Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. В сегодняшнем видео мы поговорим, как изменится иммиграционный процесс в Соединенных Штатах Америки после выигрыша Джо Байдена. Станет ли иммиграционный путь легче, либо же он наоборот усложнится? Давайте вместе ознакомимся с предвыборной программой Байдена и поймем, планирует ли он создавать благоприятную среду для иммиграции или нет. Поехали! Прежде чем мы начнем обзор этой темы, обязательно подписывайся на мой канал, ставь палец вверх и я буду на твоих экранах появляться еще чаще. В сегодняшнем видео я хочу разобрать ключевые моменты его программы, его настрои, как вообще он относится к иммигрантам, планирует ли он закрывать программы такие как Work and Travel, планируется ли при его правлении снижение квот на выдачу виз иммиграционных категорий и вообще, что же нам ожидать, либо же уже присматриваться к другим странам, чтобы иммигрировать. И давайте начнем с налогов. Когда мы с вами говорим про переезд, речь, конечно, идет про легальную миграцию. Когда вы переезжаете, выиграв грин карту, как студент или найдя работу, так или иначе вы столкнетесь с налогами. Налоги – это неотъемлемый фактор, на который стоит обращать внимание при переезде в первую очередь. Байден в своей предвыборной кампании заявил, что потребует от корпораций и самых богатых американцев выплатить свою справедливую долю. Он намерен повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%. Вы спросите, а зачем мне эта информация? Так вот, многие в американских реалиях хотят попробовать себя в ведении бизнеса, например, запустить свой стартап. Поэтому эта информация может вам пригодиться. Но это не самое удивительное в блоке его программы. Также он заявил, что не планирует увеличивать налоги для граждан, которые зарабатывают менее 400 тысяч долларов в год. На самом деле, это очень приличный порог заработной платы. Таким образом, вы можете не волноваться, что от вашего дохода будут забирать большой процент, большую сумму. С этим мы разобрались и можем идти дальше. Если вы еще не определились с работой, обратите внимание на второй блок предвыборной кампании Байдена. Он называется «Промышленность и инфраструктура». Байден выступает за возвращение производства на территорию США. У него даже есть целый план, который называется «Покупай американское». Этот план предполагает выделение более 400 миллиардов долларов на стимулирование промышленности внутри страны. Что это означает? Это означает то, что Байден хочет бороться с безработицей, понижать этот процент и создавать новые рабочие места. Это может коснуться и вас, поэтому будем смотреть, как будет реализовываться этот пункт, этот блок программы. И едем дальше. Следующий раздел его предвыборной кампании, который никак нельзя обойти стороной, это иммиграционная политика. На данный момент уже появляется такое впечатление, что Байден достаточно положительно относится к иммигрантам и не планирует ни возведения стен с Мексикой, ни депортацию нелегалов, ни закрытие границ. И это действительно так, потому что программа Байдена предусматривает гуманную иммиграционную политику. После рассмотрения блока налоги и промышленность можно сделать вывод, что Америка как привлекала иммигрантов, так и будет привлекать. Потому что здесь доход, который не облагается большими налогами, также тут есть новые рабочие места, точнее они будут появляться. И напрашивается логичный вопрос, а будут ли способы легально иммигрировать или нужно будет находить обходные пути. И таки да, мы переходим к блоку иммиграционная политика. Программа Байдена предусматривает облегчение получения гражданства для 12 миллионов нелегальных иммигрантов. И на самом деле это вау, потому что его оппонент вообще хотел всех депортировать. И вот глядя, глядя на вот эту часть, уже можно подумывать так, что он очень лоялен к иммигрантам или даже относится к ним позитивно. Но этот тезис, это мнение утверждается после того, как мы видим, что Байден также предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 тысяч до 125. То есть как бы здесь уже можно сделать четкий вывод, что как бы грин-карты отменяться лотереи не будут, work and travel и другие программы как бы тоже. Об этом, по крайней мере, не идет речь в его предвыборной кампании. И как бы глядя на его блог про иммиграционную политику, тоже такого сказать нельзя. Также в его программе не идет речь о том, что он будет усложнять процедуру выдачи туристических виз или уменьшать квоту выдачи иммиграционных типов виз. Поэтому сейчас все свидетельствует о том, что въехать на территорию США будет уже не так сложно, как ранее. Либо, по крайней мере, эта процедура не будет усложняться еще сильнее. После раздела предвыборной кампании Байдена про иммиграционную политику можно уже выдохнуть. Но давайте рассмотрим еще три ключевых момента, которые вам пригодятся, если вы смотрите это видео и планируете переехать в США, либо попробовать нам пожить. При переезде в другую страну необходимо смотреть на этот процесс более глобально, так как после переезда вы можете там уже остаться и прожить всю жизнь. Именно поэтому мы смотрим на блог предвыборной кампании Байдена, который называется «Изменение климата». И здесь он планирует вложить за 4 года правления более 2 триллионов долларов в экологически чистые источники энергии. И это чудесно, когда правительство беспокоится не только про трудоустройство, либо же налоги граждан, а также и про окружающую среду, потому что это на самом деле куда более перспективнее и влияет на продолжительность жизни. Если же смотреть на краткосрочную перспективу касаемо здоровья, тут нужно обратиться к блоку здравоохранения. И здесь Байден поддерживает Обама Кейр, предлагая дать американцам выбор между приобретением государственной или коммерческой страховки. Конечно, рано или поздно это вас коснется, если вы пройдете путь от получения иммиграционной визы, затем получения грин-карты и гражданства. Но в этом блоке также есть интересная информация о том, что он хочет открыть эту программу даже иммигрантам, дать им доступ. И конечная его цель – это отмена частного страхования. Звучит достаточно интересно, и таким образом Америка станет еще более привлекательной для желающих туда переехать. И в заключение стоит сказать пару слов о блоке прообразования. Здесь Джо предлагает направить инвестиции в школы с большим процентом детей из малообеспеченных семей. Но самое интересное в этом блоке, что его план предусматривает предоставление бесплатного образования. Конечно, есть определенный критерий, которым нужно соответствовать, но тем не менее такая возможность у граждан может вскоре появиться. Все категории предвыборной кампании, которые мы сегодня разобрали, это факторы. Неотъемлемые факторы, на которые стоит обращать внимание, когда вы планируете иммигрировать в ту или иную страну, и Соединенные Штаты Америки не являются исключением. Как вы видите, иммиграционная ситуация в США улучшается, поэтому если вы в этом году не подались на грин карту, либо же ее не выиграли, у вас появляются и другие варианты. Я была рада поделиться с вами этой информацией, с вами была Валерия, и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok